24-й год. Опять начинаем с Покровска. Спрашивают, почему, если вы советуете уходить гражданским из Покровска, вы говорите в то же самое время, что Покровск не сдадут. Зачем тогда гражданским уходить? Объясняю. До Покровска сейчас 10 километров, по моей же, мной составленной шкале для гражданских опасность. 20 километров от вас до Рашистов грады до вас добивают, уходите. 10-15 километров до вас от Рашистов, по карте Дипстей до Красного, это уже до вас грады стволка добивают, в 4 раза страшнее. А если там 7 километров, то уже 120-й миномет добивают, плюс стволка и грады. То есть это, блин, в 16 раз. Это геометрическая прогрессия, увеличение опасности для вашей жизни. Понятно? Почему? То есть не сдадут, ну я так думаю, что не сдадут Покровск, потому что сил не хватит у России. Ну мне так кажется, понимаете? Ну считайте, игнорируйте мое мнение. Если у меня спрашивают, наверное, что-то, вы уже что-то оправдались какие-то мои прогнозы, правда? Про Сынкилку, которую два года уже россияне берут под Купенском. Про Часовьяр, как на концерт Кобзона. Так я что хочу сказать? Вы говорите, почему вы советуете уезжать гражданскими, если там военные украинские остаются? Потому что военный человек, во-первых, лучше защищен. Вы меня понимаете, что я все-таки на позициях, я хожу в бронежилете. Знаете, а вы там 100%. Я на примере Северной Салтовки своей. 22-й год, 24 февраля начинается обстрелы, все такое. Куча гражданских, куча детей, куча женщин, там паника, там все кипишуют, обстрелы минометные, обстрелы ствольные. Я, как атошник уже на тот момент, ходил за водой. Почему? Потому что, ну, кроме того, что я мужчина, я прекрасно понимаю, как летит мина. Я слышу уже, понимаете, вы не получите этого знания по моим рассказам. Это надо все пережить и желательно остаться при этом в живых. Иначе ваш опыт мало чем будет полезен. То есть я слышу, что мина пролетела надо мной, пролетела дальше, пролетела. Или она опускается на меня, тон, канальность меняет звука, понимаете? Я понимаю, когда реактивный снаряд летит, когда ствольная артиллерия бьет. Ну, это совершенно невозможно о словах объяснить и рассказать, понимаете? Нельзя Камасутру, блин, выучить, блин, нафиг по этому самому. Надо участвовать в процессе, понимаете, чтобы понять, что и как к чему. Так что гражданским я очень рекомендую сваливать оттуда мгновенно просто. Вот этот Мирноград, по этот самый Покровск, но я до сих пор остаюсь, я в шестой раз говорю, чем в седьмой уже. По моему мнению, Покровск не сдадут украинские вооруженные силы. Сейчас я говорю, не про рук, но посмотрим. Да, это раз. Что-то я еще хотел сказать. Про Покровск. Про... Во-первых, спасибо за Москву. Я с 1 апреля, вот вчера я буквально вспоминал, что я с 1 апреля советую, давайте лупить по Москве. Какого хрена, блин? Что мы, этот огромный динозавр Российской Федерации имеет свой мозжечок этот с орех размером в Москве. То есть надо уничтожать в Москве вот эти логистические все центры и все остальное. И все будет на этом, все прекрасно, блин, закончится. То есть, ну, бардак будет и хаос такой, что вы мне поверьте, блин. Хорошо, что наши начали это... Я не думаю, что они меня слушали, конечно же. Это, конечно же, нет. Кто прислушивались к моему мнению. Но меня радует, что наши там команды, кто пришли к тем же выводам, что и я. Что надо, блин, бить, блин, прямо... Чтобы победить бурятов в Украине, надо расхринять эту мацкву. С этими торфяниками ее, там, смузи и так далее. Что же я хотел второе такое рассказать?